Инцидент в стенах американского университета вызвал большой шквал критики и недоумения. Своё мнение относительно этого случая выразили пользователи соцсетей. Обычно при таких вопиющих случаях оперативно организовывались митинги и шествия. Но в этот раз представителей НПО не видно и не слышно. Хотя только недавно они на митинге в Бишкеке в защиту прав женщин требовали отставки министра внутренних дел. Почему же сейчас они не требуют отставки президента учебного заведения или его привлечения к ответственности за содеянное? Попрошают пользователи Фейсбука. Орфография и стилистика авторов комментариев сохранены. Но правильно их НПО учили. Нельзя в сторону хозяина гавкать. Где наши доблестные НПОшники Абдирасулова, Ашурахунова, Карасартова? Удивляет позиция самих преподавателей и студентов АУЦА, многие из которых до этого активно принимали участие в митингах против насилия над женщинами. Почему они молчат и не высказывают своё мнение? Ведь если президент АУЦА действительно виноват, то как минимум здесь превышение должностных полномочий. Чуть было не приведший к трагедии. Также удивляют молчания представители отечественных НПО, которые только недавно организовывали митинг в Бишкеке в защиту прав женщин и с требованием отправить в отставку министра внутренних дел. С аналогичной принципиальностью можно ведь точно так же потребовать, если не отставки президента АУЦА, то хотя бы объективного расследования. Но такого не только не происходит, но и вместо этого идёт целенаправленная попытка скрыть неприятный инцидент. Это элементарно. Кому-то охота лишиться приличного заработка. И кто будет кусать руку, которая довольно прилично кормит и организует зарубежные поездки. Как говорится, хлюзда на правду вышла. Теперь понятно, каким образом все НПО и другие тётки из АУЦА радеют за права трансгендеров, обиженных женщин и так далее и тому подобное. Как отмечают эксперты, отсутствие митингов в этом случае говорит о двойных стандартах в политике отдельных НПО. В одних случаях они видят проблему, в других почему-то нет. Конечно, мы видим зачастую двойные стандарты. Мы их видим часто международные политики, потому что есть у нас такой класс, активисты так называемые. Зачастую они одну проблему видят, а другую, даже большего масштаба, соседним даже государствам, которые гораздо ближе у нас, они не замечают. К сожалению, такая избирательность есть везде. Безусловно, бескорыстных правозащитников, их единицы в Кагастане, они есть, многие знают, у них очень большой авторитет. Но многие на этой теме, к сожалению, делают политический капитал. Другие же эксперты уверены, что если бы такой инцидент случился в одном из госорганов, митинги не заставили бы себя ждать. Такая избирательность говорит о наличии у представителей отдельных НПО своих определенных целей, которые связаны далеко не социальными вопросами общества. Вот если бы такой инцидент случился в каком-нибудь из отечественных вузов или в каком-нибудь госоргане, мы бы сейчас с вами видели митингующих с плакатами. Но в этом случае никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Вот если НПО действительно боролись за права граждан или, как они сами любят говорить, за демокрацию, то этот случай не остался бы без внимания. Этот инцидент показал истинное лицо отечественных НПО. Это лишний раз говорит о том, что их деятельность пора брать под контроль. Сейчас одни граждане задаются вопросом, где же сторонники и защитники прав женщин, другие напоминают, что в случившемся инциденте виновные должны ответить за содеянное в рамках закона, поскольку законы страны равны для всех, будь то это частное лицо или организация. Это является преступлением против женщины, это является преступлением против установленных законов Кыргызской республики. И этот человек должен быть обязательно привлечен к уголовной ответственности. И наше министерство иностранных дел обязательно должен принять документ, как о персоне нон-граты, выдворить его за пределы Кыргызской республики. Если нанесен вред здоровью женщины, если случилось несчастье, то он должен выплатить компенсацию на 10 лет вперед, чтобы восстановить организм. Женский организм – это хрупкое создание. Напомним, ранее в соцсетях сообщалось, что президент Американского университета в Центральной Азии Эндрюй Качинс устроил конфликт со своей сотрудницей из-за негативных фотографий про университет. Девушка находилась в положении, и после криков со стороны начальника у нее началось кровотечение. Муж женщины обратился в администрацию с жалобой.